Всем привет! Для начала нам потребуется деревянный материал квадратного сечения. В моем случае это конструктивный элемент высококомфортабельной мебельной продукции времен СССР. Что за порода дерева я не знаю, но явно не сосна. Обтачиваю до круглой формы, шлифую, полирую. Продолжение следует... Покрой морилкой для защиты от тараканов, вшей и прочих вредителей. Ну и естественно для придания более привлекательного внешнего вида. Защитим это все дело лаком. Лак матовый. Достаточно. Недавно в интернете приобрел несколько прутов диаметром 16 мм марка алюминия D16T. Его-то мы и задействуем для изготовления следующих деталей для нашего инструмента. Продолжение следует... Открою вам маленький секрет. Когда я покупал станок, совместно с ним бывший его владелец подогнал мне в качестве бонуса, так сказать, достаточно много различного режущего инструмента. О, сейчас я представляю, будут воспаляться некоторые. Вы посмотрите, вы посмотрите, как он хранит инструмент. Резцы. Насыпом. Отписка, отписка, хохол неблагодарный. Все, все, отписываюсь, ухожу. На самом деле доля правды есть. Нужно будет это все как-то разобраться с этим вопросом. Ну него же действительно насыпом хранить. Ну так вот. В той скупе инструментов было найдено вот такое, держите меня, семеро приспособления. Я не знаю, что это такое. Может быть, какая-то, я так предполагаю, накатка. Наверное, для дерева. Ну, я честно признаться, фиг его знает. Удивительно. Просто шестеренка на болту и на державке 10 мм. Не знаю, что это такое. Сейчас мы его попробуем. Попробуем в качестве накатки использовать. Не знаю, получится или нет, не судите строго. Результат, конечно, так себе. Неаккуратно. Я сейчас попробую надфилем немножечко пройтись. Оценка, я думаю, где-то 3 с плюсом. Среднего качества такое нечто. Хотя, может, тот инструмент и не накатка вовсе. Это я так для пробы решил его заюзать. Но ничего, пойдет, я думаю. Лишь бы палец цеплялся. Вот такие три детали имеем в конечном результате. Далее потребуются три болта М5, М6, М8. Прочность 8,8. Материал не ржавейка. Важный момент. Все болты имеют головы под внутренний шестигранник. Наша задача просверлить отверстия во всех и сточить лишнее. Сделать потоньше. Да блин, еще со школой хотел научиться. И так и не удалось мне. Ах ты ж. Собираю. Для того, чтобы обеспечить плотную и надежную посадку ручки, использую эпоксидную смолу. Получили практически одновременно три вот таких инструмента. Кто маломальски технически подкован, сообразил, что это ключи для работы с маленькими гайками. М2, М2.5, М3. Инструмент действительно актуален. По крайней мере для меня. Во-первых, в ряде случаев подлезть даже самыми маленькими пассатижами в то или иное место для того, чтобы затянуть, скажем, гайку М2 просто невозможно. Там нет места. Головкой сделать это гораздо проще и быстрее. Во-вторых, используя такой инструмент, грани гайки практически не повреждаются. По сравнению, опять же, в случае с использованием пассатижей, плоскогубцев и прочего зажимного инструмента. Давайте протестируем. Винт М2. Все. Следует отметить один важный момент. Болт М8, который я использую как ключ для гайки М3, имеет внутренний шестигранник немного больше, чем это необходимо. Я надеюсь, видно. Но, правда, это не мешает успешному функционированию инструмента. Конечно, не очень приятно. Хотелось бы, чтобы поплотнее было. Но, тем не менее, все работает. Что тут поделаешь? Такие стандарты. В обязательном порядке пишите свое мнение по поводу сих инструментов. Будем общаться. Может, кто что предложит интересное. Ну, а я на сим говорю вам до свидания. До новых встреч. Но пасаран.